Чаю взяли, и мы погнали вдали. Разбудил его все тот же Таргат, уже успевший растопить печечку и вскипятить воду для чаю. Будешь? Чаю взяли, и мы погнали вдали. Быстро приведя себя в порядок, Мишка накрыл на стол, и они, плотно позавтракав, принялись собираться к дальнему походу. С собой Мишка решил взять свой полуавтомат и уже ставшие неразлучными пистолеты. Made in America. Ну, умеют же ж делать, а? Не забыл также и бинокль. Проверив боезапас, парень пару раз подпрыгнул и, убедившись, что все пригнано правильно, сообщил. Я готов. Можем идти вдали. Пошли! — кивнул охотник и, подхватив из угла винтовку, вышел. Быстро проверив, все ли погашено и закрыто, парень выскочил следом. Подперев дверь избы поленом, Мишка догнал охотника и, пристроившись рядом, спросил. — Как на ту сторону пойдем? — Рыбаки перевезут, — пожал Таргат плечами. — Они сейчас все на реке. И охотник вывел парня на берег и, оглянувшись, пронзительно свистнул. Вскоре откуда-то сверху подошла пирога с двумя молодыми парнями и, Таргат, не говоря ни слова, взял и уселся в ее, як мае буты. И Мишка что ему делать? Мишка последовал его примеру. Оба сели. И парни, ни о чем не спрашивая, як мае буты, все, дружно навалились на весла. Все, грибы. И спустя четверть часа они пристали к противоположному берегу, и охотник все так же молча сошел на песок. И, выскочив следом за ним, Мишка быстро осмотрелся, запоминая направление, и вопросительно посмотрел на охотника. — Туда. Коротко показал Таргат стволом винтовки, и первым скользнул в кусты. Переход занял трое суток. Утром четвертого дня охотник жестом призвал Мишку быть поосторожнее, и, обойдя куст лещины, присел на корточке, доставая из сумки тот самый, бинокель. Мишка достал свой прибор и принялся буквально по сантиметру осматривать открывшуюся метрах в трехстах картину. В четыре бинокеля, четыре глаза гляжу. На поляне был разбит лагерь. Устроились неизвестные, ой, как добротно. Даже отхожее место себе оборудовали, о, туалет. Четыре палатки стояли в ряд, а перед ними был устроен походный очаг даже. — Ну, и чё вы тут забыли, любезные? — Стараемся, да? — Старатели, — ворчал про себя Мишка. — Да, судя по лагерю, бродяги вы опытные, и ручки запачкать не боитесь, смотрю. — Осталось только выяснить, от кого вы выставляетесь, а? — И кто ваша крыша? — Кто вас крышует? — Стоп, 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 а ну-ка, а ну-ка, глядь. — Хм, а палаточки-то вроде не наши. — Точно, я не я буду, если это не что-то европейское. Хм, я не я. — Так, а со стволами у вас что? — Угу. — Левер. — Французские. — Угу. — Мейден Франсуа. — Твою мать! Такое впечатление, что всё оснащение собирали действительно с миру по нитке. — Нет, так ничего не поймёшь. — Нужно к ним идти или языка брать? — И никак по-другому. — Но если взять языка, а потом выяснится, что это наши, то тоже ведь будет некрасиво. — Но придётся рисковать. — Никуда не денешься. — Вздохнул Мишка и, опустив бинокль, поделился своими сомнениями с охотником. — Ну, что делать, Таниш, если не ваши? — Помолчав, уточнил торгат. — Закричу тогда. — И Мишка усмехнулся. — А если увидишь, что кто-то хочет меня сзади ударить, сразу же стреляй, даже не думай. — Потому что наши трогать не станут. — Хорошо. — Буду стрелять. — А ты пригибайся сразу. — Помолчав, решительно кивнул охотник. И отойдя назад, Мишка после короткого размышления снял с бедра левую кобуру и, вынув из неё пистолет, сунул её в сумку. Сам пистолет он подвесил в петельки под левую подмышку, не застёгивая куртку на груди, чтобы облегчить себе доступ к оружию. Эргономичность, оптимизация — и без этого никак. То же правило Кис и на это действует. Он проверил ножи и, вздохнув, не спеша направился к лагерю, держа винтовку поперёк груди стволом вниз. То же, чтоб быстро всё можно было сделать. Молниеносно. Вроде и не вызывает, не вызывает настороженности, но и в то же время использовать можно сразу же, в секунду. Вот он, блиц, крик. Особенно, если ты это умеешь. Увидели Мишку только, когда он подошёл к лагерю метров на пятьдесят. А так бы и не увидели. И сразу же началась суета. И защёлкали взводимые курки. О, возня, значит. Завозились. Из палаток выскочили человек пять мужчин самого разного возраста. Делая вид, что не слышит, парень продолжал не спеша шагать вперёд. Но когда до лагеря осталось метров десять, он остановился и, внимательно оглядев собравшихся, громко сказал. «Ну, здравы будете, люди добрые». «Здоровеньки булы, значит». «Откуда взялись в местах этих?» «И ты здравствуй, охотник», — послышалось в ответ. «Мы — геологическая экспедиция. Ищем полезные металлы и уголь». «А разве бывают металлы неполезные?» И Михаил усмехнулся уголками губ. «Ну, всякие бывают». «А ты-то сам что здесь делаешь?» Последовал вопрос на вопрос. «Охотник я, промысловик». И Мишка пожал плечами. «Ну, это мы поняли. Но ты не ответил, что делаешь в этих местах», — продолжал настаивать вопрошавший. «Ну, я сказал же, охотник я. Значит, охочусь. Промысловик», — фыркнул парень. «Так, и на кого ты тут охотишься?» — не отставал неизвестный. «Не на нас?» «Ну, сейчас вот на росомах уйду. Их в этом годе очень много стало. Наплодилися. «А вы кому металлы-то ищете?» «А?» «Да...» «Росомах много наплодилось», — буркнул мужик, делая кому-то какой-то знак. И ответил только на первую половину вопроса, на ему выгодную. И Мишка его заметил, но не понял этот знак. Но на всякий случай удвоил осторожность. Получать по контуженной голове ему совсем не хотелось. «А ты проходи. Проходи к огню. Присядь вместе с нами», — пригласил все тот же неизвестный, игнорируя вопрос парня. «Так кто послал-то вас?» Изменил формулировку вопроса Мишка и повторил этот нужный уже ему вопрос, не отставая и не спеша проходя к костру. «Империя или фирма какая?» — уточнил тот. «А что тебе есть в том разница, какая, а?» — спросил мужик и недовольно скривился. «А как же ж!» Нас полиция специально собирала и рассказывала, что у имперских геологов бумага особенная должна быть. «А другим теперь в тайге делать нечего. Война у нас, знаете ли. А у вас? Есть бумага-то эта? Да? А если и нет, что делать станешь?» — презрительно фыркнул неизвестный. «Домой вернусь и в полицию доложу. Пусть они там разбираются. На то она и власть». И Мишка пожал плечами. «Одойдешь ты до дому?» «Хе-хе-хе-хе-хе! Вот вопрос!» Но спросил совсем другое. «А тебе что с того?» «Что тебе с этого?» — не понял мужик. «Ну, а мне с того премия. Аж на цельный целковый. Аж на!» — усмехнул Мишка, подпустив голос жадности. «С... всего-то? Дешево себя ценишь, паренек. А хочешь трешку заработать?» Неожиданно предложил ему мужик. Сразу на три умножил. «Хм... а че делать-то надо?» — сразу же включил дурачка. «М?» — поинтересовался парень. «Чего делать надо?» «А забыть о нас?» «И все. Нас совсем. А если точно забудешь, наверняка. Я могу и десятку предложить. Но тут уже походить придется. Так, а куда идти надо?» «Ты места эти хорошо знаешь?» «Бывал здесь как-то. Знаешь, где вода ржавая бывает? А где можно золото намыть?» «Ага... Значит, вам не просто металлы нужны, а серебро и золото», — усмехнулся про себя Мишка. «Хм... а как по-другому?» «Никак. Ржавую воду сами пейте». И говорит, «Видел такие места?» «Видывал», — кивнул он. «Точно видел», — напрягся мужик. «В одном месте весь берег словно в ржавчине, и вода вся рыжая там. А золото в соседнем с тем местом ручье я сам лично намывал», — усмехнулся парень. «Хм... а покажешь на карте, где это?» — потребовал мужик, подсобывая ему свежие кроки. «А нет тут тех мест?» «Нету», — хмыкнул Мишка, рассмотрев эти чертежи. «Как нету?» «А где тогда это?» «Куда идти надо?» — засуетился мужик. «Расскажи так. Если заплатим, проводить сможешь?» «Угу. Расскажи ему. Так. Без карты, да?» «Заплатишь ты. А как же ж?» Пулей в затылок. «Угу. Знаем мы ваших. Все вы, Еврошваль, одним миром мазаны», — подумал он, но начал жестикулировать. «Туда, словно к горам, да только вот так вот чуть-чуть наискось», — принялся объяснять Мишка, размахивая руками и поворачиваясь к мужику боком. И в ту же секунду таежные шепотки оборвал резкий выстрел. «А нехер тут шуршукаться!» И в ту же секунду, ранее раздумывая, парень прыжком ушел в сторону, одновременно бросая винтовку и выхватывая пистолет. Вот она, эргономика. Швах! И быстро! Перекатившись через голову, он тут же катнулся вбок и, перевалившись на живот, открыл огонь. Неизвестные, не ожидавшие от него такой прыти, они все растерялись. А таргат, воспользовавшись этим моментом, успел положить еще двоих. «Бах! Бах! Нехер шуршукаться!» А дальше в игру уже вступил Мишка. «Да! Ото ты добывай уже там, на месте!» «Так, значит, кайзеровское командование решило отхватить свой кусок пирожка!» Иронично фыркнул Мишка, быстро листая найденные бумаги. «Я офицер и требую соответствующего с собой обращения», — послышалось в ответ. «И говорить с вами я не обязан. Отведите меня к своему командованию!» «Ты еще кофе со сливками бы им потребовал бы, а? Чай, кофе, капучино. Что тебе? Аморетто дать!» И парень рассмеялся. «Слушай сюда, Бош! Я не военный и не служу в армии или разведке. Ясно тебе?» «Так же, как я тебе и говорил, я действительно охотник, промысловик. Ну да, имеющий связи с контрразведкой. Я сообщаю им о таких, как вы. Так что, попытавшись на меня напасть, вы сами сделали меня вашим врагом. Сразу же! А с врагами я не церемонюсь!» «Или ты отвечаешь на мои вопросы? Или я тебя пятками в костер засуну?» «Сомневаешься?» «Нет!» — буркнул тот самый мужик, что подсовывал ему карту и вел все переговоры. Но сразу же отвел глаза. «С тебя станется! Дикаря!» «Это верно!» — весело кивнул Мишка. «Я и вправду дикарь! Да! Дикарь-отшельник! И мне это нравится!» «Дикарь, который регулярно ходит в баню, ежедневно моется и никогда не сжигал своих женщин на кострах по тупым обвинениям. А самое главное, наши цари никогда не гадили по углам собственных дворцов. Дикарь, чьи предки ведут свой календарь еще от сотворения мира, а не от Рождества Христова. Слушая этот монолог, мужик медленно наливался дурной кровью. Его физиономия покраснела так, что прикуривать даже можно было. «Как буря кто-то! Сейчас лопнет!» Призрительно усмехнувшись, Мишка бесцеремонно взял его за подбородок «Иди сюда!» И, вздернув голову лицом к себе, спросил. «Похоже, придется ему кровопускание делать, а? Как бы удар фон барона не прихватил. — Таргат, а ну подай, пожалуйста, мне ножик!» «Не надо!» Беря себя в руки, прохрепел мужик. «Не надо! Со мной все в порядке уже! Никакого кровопускания! Не, не надо!» «И откуда ты знаешь, что я барон?» «Ха-ха! Неужто угадал, а? Сектор шанс на барабане, а?» Рассмеялся Мишка. И в ответ мужик только молча кивнул. «Ну да, опыт! Его не пропьешь!» Продолжал веселиться парень. «Как вы попали сюда?» Последовал хлесткий, как удар кнута вопрос. «Где границу переходили?» «Могу показать на карте!» Помолчав, вздохнул мужик. «Показывай!» Потребовал уже Мишка. Подсовывая ему его же карту. «Да?» «Теперь уже ты показывай!» «Твоя очередь!» «Вот здесь!» Ткнул мужик пальцем. Руки ему связали впереди из-за прострельного плеча. «Так, между станциями!» Мрачно кивнул Мишка. «А когда переходили чугунку?» «Днем?» «Ночью!» «Днем нас могли заметить обходчики!» Нехотя ответил пленный. «Все, Мишка!» «Всех нашел!» Перебил парня Таргат, бесшумно вынырнув из кустов. «Их шестеро было!» «Все с той стороны пришли!» «Ханьцы или хунхузы?» Быстро уточнил Мишка. «Хунхузы!» Мимолетно скривился охотник, сбрасывая на землю собранную добычу. «Но оружие он!» «Плохое!» «Дюжи плохо ухаживали!» «И ножи тоже, да!» «Все плохие!» «Только мальчишкам отдать!» «Нехай играются!» «Взрослому охотникам и с такими не!» «Продить — это лицо потерять, значит!» «Так, а где носильщиков набрали?» Повернулся Мишка к пленному. «В деревне!» «Простые рабочие!» «Их не за что было убивать!» «Им просто за работу заплатили!» «Хм!» «Сами виноваты, что с вами пошли!» И Мишка только отмахнулся. «Думать надо, за какую работу берешься!» «И кому помогаешь, а?» «В этих местах хунхузов очень не любят, как и других иностранцев!» «Как долго вы по нашей стороне бродите?» «Уже почти три месяца!» «Выходит, границу еще летом перешли?» «Да!» «Самое удобное время!» «Земля сухая!» «Бедов почти не остается!» «Вот ваши казаки и не заметили!» «Злорадно добавил пленный!» «Ваше счастье!» «Хотя, скорее, наше!» «Не придется самим карту этих мест составлять!» Хищно усмехнулся в ответ парень. «А что вы со мной сделаете?» Помолчав, осторожно спросил мужик. «А еще не решил, знаешь?» И Мишка пожал плечами. «С одной стороны, мне ты точно не нужен. Еще жаловаться на меня начнешь, ежели тебя живым стать. А с другой, за живого тоже ж ведь больше заплатят. Тут подумать надо. «Я не стану жаловаться. В этом нет никакого смысла. Быстро проговорил мужик, опасливо поглядывая на Таргата. Потому что с тем точно не поговоришь. Он демонстративно, не спеша, очищал от крови нож. Клиент сильно хочет жить!» Фыркнул про себя Мишка и, вздохнув, задумчиво протянул. «Да, точно, правда, как моя бабушка говорила. Напомни-ка, зи про смерть. Той буде бэкать. Во-во! Вон как бэкает, а! Да, не надышится перед смертью». И говорит. «Ну, ежели ты и дальше будешь мне честно на вопросы все отвечать. Может, еще и поживешь еще. Еще подышишь». «Мне нечего скрывать», — со вздохом кивнул пленный. «Так-так и прямо нечего», — иронично хмыкнул Мишка. «Нечего», — упрямо повторил пленный. «Ну, он как приперло, а! Я же в безвыходной ситуации». «Проверить все мои слова вы можете, просто посмотрев на набор инструментов. Вот. Любой, кто знает, что такое геология и картография, сразу же скажет, для чего они. Все же ведь понятно». «Это верно». «Да и сами приборы, смотрю, тоже знатные», — кивнул парень. «Ладно, поднимайся». «Пора идти». «Куда?» — не понял мужик. «Туда, откуда ты отправишься в нашу контрразведку? Или желаешь, чтобы я прямо тут все закончил, да?» Сразу же спросил Мишка, опуская ладонь на рука от пистолета. «Да? Кома? Или поставим точку?» «Нет, не надо. Лучше тогда кома». «Запятая, я все понял. Я с казаками общался, да». «Кома?» «Цыщены крапка. Так?» «Хорошо. Просто говорите, куда идти». «Идем», — быстро ответил пленный, суетливо поднимаясь. Мишка стволом винтовки указал нужное направление и, продержав торгата за локоть, тихо попросил. «Пришли сюда своих парней. Нужно собрать все, что тут есть. От палаток до самой последней бумажечки. Все пусть соберут. Все оружие оставите себе? Наши деньги тоже. А все иностранные деньги, и их бумаги, приборы и все остальное мне придется отвезти в поселок». «Неужто себе ничего не оставишь?» — удивился охотник. «У них мебель. Видел, какая хорошая? Удобная. Тебе в избушечке все сгодится». «Хорошо, потом посмотрю», — улыбнувшись, кивнул Мишка. Спустя еще четыре дня вечером они ввалились в избушку, и Мишка, небрежно усадив измотанного пленника на лавку, облегченно вздохнул, снимая с себя амуницию. «Да, дом, милый дом, свитхоум, значит. Неужели пришли? Приехали? Сейчас помоемся, поедим, чайку бахнем, а потом решать будем, что дальше делать», — сказал он, обращаясь к Таргату. «Я уже сказал парням, чтоб баню затопили», — кивнул тот, открывая дверцу печечки. «Ага. Опять с добычей», — весело констатировал Илкин, входя в дом. «А ты прям-таки сомневался, да?» — повернулся к нему Мишка. «Лучший охотник стойбище и его лучший ученик по следу пошли. И что, и без добычи вернуться?» «Обижаешь, приятель, обижаешь. Баньку там затопили уже». «Так давно уже?» — Илкин кивнул. «Мы вас еще на реке увидели? Как вы шли там?» «Расскажи, что сделать успели?» — потребовал Таргат, доставая свою трубку. «Все сделали, как сказали», — решительно завел паренек. «Рыбой соленой и икрой вон все бочонки забили и в ледник все поставили. Под копченую рыбу еще пять бочонков осталось. Как наполним, то можно будет уже и увозить. Нам рыбы много взяли. Тоже засолили. Копченой чуть-чуть меньше. Перца мало. Соль тоже заканчивается», — закончил Илкин доклад, покосившись на мишку. «Хорошо, следующий ходка еще привезу», — кивнул парень, даже не спрашивая согласия Таргата. «А тот только трубкой пыхнул, чуть прищурив глаза в знак согласия». «Скажи парням, пусть продолжают пока рыбу ловить. Бочонков тоже привезу». «И еще. Собери парней, человек десять. Пусть по нашим следам в их лагерь сбегают и принесут сюда все, что там есть». «Все, Илкин. До последнего гвоздя. Все». «Десять мало будет», — с сомнением протянул паренек, поглядывая на отца. «Значит, двадцать собери», — отрезал тот. «Тебе старший брат велел». «Все сделаем», — кивнул Илкин, выскальзывая из дома. «Извини, Таргат, что командовать начал», — повинился Мишка, сообразив, что влезает не в свою уже иерархию. Епархию, да. «Да давно уже пора, но со своей колокольней», — проворчал в ответ охотник. «Скоро придет время, когда я уже не стану первым. Все. И вот оно. Скоро оно. На заходе». «И тогда уже они должны будут тебя слухать, а не я». «Особенно в том, что нужно для защиты дома духов. Так что пусть привыкают. Нехай. Командуй. Но не забывай требовать правильного дела. И пусть рассказывают всегда, как и что делали. Так правильно будет». «Понял?» И взгляд охотника словно пронзил парня насквозь. «Я запомню таргат», — кивнул Мишка, стараясь не дрогнуть лицом и чувствуя себя мальчишкой лет двенадцати, который случайно заблудился в тайге и вот-вот вышел, набрел на стойбище хантов. «Именно такие ощущения». «Именно так опытный охотник смотрел на него, обучая правильной охоте». «Вы так и не сказали, что со мной будет дальше», — неожиданно влез в их разговор пленный. «Веди себя тихо и познакомишься с нашей контрразведкой», — хищно усмехнулся парень. «А будешь создавать проблемы тут? Я из твоей шкуры себе перчатки сошью». «Говорят, у благородных модно перчатки носить». «Не надо мне угрожать», — скинулся мужик. «Я офицер и дворянин, и я не боюсь смерти». «А смерти на тоже, знаешь, разное бывает», — ответил Мишка, улыбнувшись. «Да, собаки, собачья смерть». «Ага, вы не посмеете сделать то, что обещаете», — чуть заикаясь от этой улыбки, ответил пленный. «Явно пытаясь оставить за собой последнее слово, выпрыгнуть из этого статуса собака». «В вас чувствуется воспитание. Я же вижу». «Вы не такой варвар, как ваши подручные все», — закончил он, кивая на охотника. «Варвар?» — удивленно переспросил Мишка. «Да? Вар? От слова «вор»? Еще повоюем?» «Ну, это еще как посмотреть, кто тут варвар». «Сдирать кожу, заливать в горло кипящее масло, дробить кости — это же ведь все ваше развлечение, которое вы устраиваете на своих площадях», — ответил он, выделяя голос, ключевые слова. «Так что я просто последую примеру цивилизованного общества и, да, сдеру с тебя шкуру вашими методами, так сказать, а потом пошью себе перчатки. «Офицерские будут, так сказать, да, на память». «Что поделать? Я несколько сентиментален», — закончил он, улыбнувшись так, что мужик моментально сбледнул с лица. «Похоже, вы не очень хорошо относитесь к жителям Европы», — нашелся мужик, судорожно сглотнув. «Да, Европа. Европейцы, да? Еще та, опа, Европа, если б я вас не знал, а?» «А с чего мне к вам хорошо относиться, вот скажите, с чего? Вы кто? И что вы тут у нас делаете?» — удивился Мишка. «Ведь это же вы натравили на нас японцев, а? Ведь это же вы! Собирались под шумок оторвать от империи кусок послаще, да? Я же вас знаю, а? Их вы! И не рассказывайте мне сейчас про Англию, про Францию. Все вы одинаковы. «Клянетесь вечной дружбе, братской любви, одновременно сговариваясь за спиной, как побольнее обударить, а?» «Ну, я не политик. Я военный и служу своей стране. А что они там удумали? Я же откуда же это знаю?» — насупившись, буркнул мужик. «Вот потому-то ты еще и живой. Но про перчатки я не пошутил. Запомни. Хочешь жить? Веди себя смирно. Просто помни, что бежать отсюда можно только в тайгу. А там мы найдем тебя за несколько часов. Учти это. «Представь, что за тобой гонится целое племя молодых азартных охотников, умеющих читать следы не хуже, чем ты читаешь книжки свои. Как долго ты продержишься?» «Ну, ты сам сказал. Несколько часов», — вздохнул пленный, зябко передернув плечами. «А вы позволите мне умыться и привести себя в порядок, а?» «Ну, сейчас баня протопится». «Хорошо. Все будет», — кивнул парень. «А потом и пообедаем. Но перед этим я тебя рану осмотрю». Пуля прошла через плечо на вылет, так что в операции необходимости не было. Требовалось только остановить кровь, что Мишка и сделал, плотно перебинтовав рану. За время перехода рана не сильно кровела, и заживление шло весьма неплохо, даже без воспаления, так что помыться пленному она, да, не помешает. Кивнув, мужик выразительно качнул связанными руками. «Я не настолько тебе доверяю», — хмыкнул Мишка. «Точнее сказать, совсем не доверяю». «А если я дам слово офицера, что не сделаю попытки бежать?» — подумав, предложил пленный. «Ну, как мне мыться-то?» «Слово, данное варвару и простолюдину?» — рассмеялся Мишка. «Да? Варвар?» «Похоже, в дворянскую честь вы тоже не верите». «Да во что вы вообще верите тут?» — проворчал пленный, заметно помрачнев. «Не всякому. И уж точно не офицеру из стана противника». «Слова придуманы для обмана, а правду говорят только и только поступки. Слышал такое?» «Но ведь наши ведь страны не воюют», — вскинулся пленный. «И что же тогда вы тут делаете?» «А?» — последовал вопрос, и мужик завис, судорожно ища подходящий ответ. Их разговор прервал Илкин, сообщивший, что баня уже протоплена и можно идти париться. «Все». И, прихватив чистое исподнее и кусок чистого холста для пленника, Мишка развязал ему руки и повел в баню. «Вот они. Видишь? Поступки». Снабдив мужика горячей водой и куском мыла, парень оставил его под присмотром молодежи, а сам с удовольствием принялся париться, подзвуживая торгата подать парку. «Сейчас, сейчас. Сейчас я тебе выдам на гора. А? Нормально?» И, напарившись и отмывшись до скрипа, они вернулись в дом, где Илкин уже успел накрыть на стол. Поглядев на все это изобилие, Мишка сглотнул набежавшую слюну и, не удержавшись, проворчал. «Так тут целую роту накормить можно». «Хм, не ворчи!» – весело отмахнулся Илкин. «А то я не знаю, какими голодными вы оба из бани выходите. Всегда. Садись. Готово все. Наедайтесь». «Ха-ха! Не спеши!» – улыбнулся Мишка, покосившись на пленного. «Не спеши!» И, сходив под клеть, он притащил в дом поставец, взятый у англичан, и принялся сервировать стол. Спустя несколько минут перед пленным стоял прекрасного качества прибор. «М?» – граф Монте-Кристо. «Для тебя весь этот блеск!» Разглядев клеймо, тут удивленно посмотрел на парня. «Ну, по случаю достался. Трофеем, пожал тот только плечами». «Прошу к столу, сударь!» «Жрать подано!» – усмехнулся парень, беря в руки нож и вилку. «Жрать подано!» 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 Субтитры создавал DimaTorzok «Да, Миша, в очередной раз сюрприз преподнес. Уж не знаю, хвалить тебя или ругать даже. В который раз уже?» — вздохнул Владимир Алексеевич, ототвигая привезенные парнем бумаги и устало потирая шею. «Угу. С одной стороны, ты все правильно сделал. Война идет, и любой иностранец, оказавшийся в этих местах без соответствующих документов, иностранец — сразу же засранец. Он может считаться врагом. Я это понимаю. Ну а с другой? Из дюжины членов экспедиции одного только в живых оставить, а? Это как так-то? Это можно и убийством назвать». «Да называйте, как хотите», — фыркнул Мишка. «Не нравится? Больше и привозить никого не стану. И ничего. Будете только голые бумажки получать». «Миша, не злий меня», — насупившись, буркнул контрразведчик. «Будь это японец или британец, я бы тебе даже слова бы не сказал. Но он пруссак». «И чего?» «Помер Максим? Да и хрен с ним!» — отмахнулся Мишка. «А то мало народу по тайге запросто так пропадает, да? Мало?» «Вам бы, Владимир Алексеевич, и правду определиться бы пора уже. Давно пора. Что мне с этими сторонними делать, а? Сколько их этих Максимов? Или, как сейчас, в расход и одного для допроса? Или мимо вообще проходить? Потому как нет у меня таких прав, чтобы документы проверять». «Понимаете? Нету полномочия. На этом наши полномочия все заканчиваются. Честно сказать, ну, надоело мне все это слушать. Надоело. Понимаете вы? То ли прав, то ли не прав. Так, не так все это. Ну, даже сделал все равно. Так, не так найдете». «Ну да. Тут и не поспоришь», — понимаешь, вздохнул контрразведчик. «Ну, и ты меня тоже пойми. А если так, кто живой остался и теперь во все лопатки обратно за кордон удирает, а? Что тогда? А как доберется, начнет во всех газетах трезвонить, как его тут, в нашей стране, видите ли, убивали!» «Это ж какой скандал международный получится, может?» «Да вы смеетесь надо мной, что ли?» — вдруг возмутился парень. «Чтобы у меня? Да кто еще живой? Ушел?» «Ха-ха-ха-ха! Нет такого! Леон киллер я!» «Леон кто? Киллер! Я там все углы, все кусты обнюхал, а? Все легли. И раньше всегда так было. Я, прежде чем стрелять, я всех их пересчитываю. А потом по головам еще проверяю. Второй раз. «Ну, Миша, контрразведчик только головой покачал. Не боишься ты греха. Похоже, тебе человечья кровь, что водится, матушка. Ешь вода, пей вода. Да, срать не буду никогда. Я этого не говорил. «Ну, для меня иностранцы — это не люди. Засранцы иностранцы. Чего они лезут сюда?» — жестко отрезал Мишка и, поднявшись, вышел из кабинета, даже не вспомнив про премию. «Да на шо вон, а?» «А вот бухай бешеный!» — проворчал офицер, глядя на хлопнувшую дверь. «Ну да, всегда выходит так по-английски. Засранец иностранец, а?» «Ну и характер, а! Укроти!» «Ну, с другой стороны, тоже. Ведь это же я сам виноват. Я его всегда провоцирую. Ну, ведь нет же у него возможности всех подряд арестовывать и сюда тащить. Ну, ведь нету. Один он по тайге ходит. Один! Наполеон!» «И ты, Владимир Алексеевич, просто сдурел, если решил ему такие задачи ставить». «Так что, да, некрасиво все как-то вышло». «Мишка же, выскочив из здания контрразведки, решительным шагом двинулся в сторону торговой площади. Раз уж вышла оказия, что он сумел раньше времени покончить заготовка рыбы, значит, приезд этот нужно использовать с толком, с расстановкой. «Оптимизация, значит! Торгат! Будем еще торговат! Идем на торги!» Пробежавшись по лавкам и определившись с ценами, он заказал все необходимое и отправился готовить транспорт. По уговору с купцами их работники должны были подвезти все закупленное прямо, прямо на пристань. Так было гораздо проще с погрузкой. Подогнал лодки, перекидал все прямо с телек на борты сразу же и все, и в путь. А не перекладывай вот это туда-сюда, обратно. В то, что кто-то из купцов решится подсунуть ему некачественный товар, Мишка не верил. Не те командчеры, купцы, значит, не те, а просто потому, что перед погрузкой лично проверял его. Купцы же знали, что парень на короткой ноге со всяким разным начальством там, и весь вась-вась, значит, знали. И подобной глупости они не допустят. Вот так. И они всегда давали ему все самое лучшее, самое лучшее все. И всем говорили. Да и слава за Мишкой закрепилась особая. Ишь ты! Шишка! М-м-м, стал. Так что устоять в противостоянии с одним из самых богатых людей на всю округу — это еще суметь надо. Да и с гибелью купца Кособородова тоже все не так просто. М-м-м, Кособорода. И того грохнул. О-о-о! Слыхал. В общем, лучше с таким не связываться. Собе дороже будет. И, выйдя из лавки, Мишка достал из кармана список товаров и, пробежавшись по нему взглядом, убедился, что заказал все необходимое. Все по списочку. Да. Все в пыске. Ведь помимо запасов для хантов, он делал запас тоже, ведь не только для них, а для и себя самого. Оптом дешевше, значит. Что ни говори, а война вот она. Она уже идет. На рельсах. И как там будет на будущий год, вообще непонятно. По его миру, одной из причин проигрыша страны в той войне, был неурожай. Так что и к такому варианту развития событий тоже нужно быть готовым. С такими мыслями Мишка спустился с крыльца и шагнул уже по направлению к кондитерской, когда рядом раздался мелодичный голос с вызывающими нотками. Что, опять за сладостями примчались? Раздалось за плечом, и, обернувшись, Мишка увидел все ту же, рыжую, бесстыжую девицу. О, опять ты, учителька. Да какого тебе хрена от меня надо, а? Ты че причепилась, а? Зарычал про себя парень, вежливо при этом улыбнувшись. О, ты, новая подписочница. По следам прям ходишь, а? Зеленоглазые такситы. Как ты только меня находишь. И говорит. Да? И за сладостями тоже, барышня. А вы, говорят, дочку свою приемную совсем избаловали там, пропела девица. Ребенку малому в уши серьги золотые вставили. Правда ли такое? Ха. Правда. С легким вызовом ответил Мишка. Да? Правда. Моя дочь. Хочу балую, хочу наказываю. Тебе-то что? Что, и денег не жалко на такое? А че их жалеть? Надо будет еще заработаю. А всех денег все равно не заработаешь. Слышала такое, да? И парень пожал плечами, развернувшись, зашагал себе дальше. Даже не попрощавшись. Вот привязалась, а? Действительно, как-то овно к штанам. Не отцепится. Аж присохло. Все расскажи, покажи. Че там, где там, как, да че. Дай попробовать. Ты еще в гости ко мне домой приди. То я тебя так и прибью там, в печку засуну. У тебя что, своих дел нет, что ли, а? Нос везде свой прикидываешь к носу. Посетив кондитерскую, Мишка погрузил все купленное в телегу, которую оставил у контрразведки, и, усевшись на облучок, тряхнул по водями. Монгол, фыркнув, легко развернул телегу, кругом, и, разогнав ее, пошел ровной ходкой по ходкой. Рысью пошел. В общем, это был их любимый алюр. Умный конь без всяких понуканий сам переходил до него, если тяжесть груза позволяла. Он знает, что делает, да. Моя собака. Монгол. Спустя два часа парень уже распряг коня и, задав ему овса, отправился домой. Подхватив на пороге подбежавшую Танюшку, Мишка присел к столу и, устало вздохнув, принялся отчитываться перед подскочившими женщинами. Значит так, Марфе рыбу завез, наши запасы все в ледник сложил. На завтра все нужное тоже заказал. Со светом лодки к поселковому причалу перегоню, погружу и снова на заимку уеду. Вроде все. — Дал отчет. — Да. — Миша, а с пушниной-то что делать? — тихо спросила тетка, оглядываясь на дверь. Она словно боялась, что ее кто-то подслушивает. — Ничего. — Пусть лежит пока, — усмехнулся Мишка. — Зимой, как купцы начнут торг, вот тогда и решать станем. — Неужто это все теперь твое? — не удержавшись, спросила Глафира. — Наша, мамглаша, наша. Наша все. Одному мне столько не нужно. — Да уж знаю, — поджала губы тетка. — Будь твоя воля, ты бы из тайги и не вылезал из той. Лесовик тайга ты. — А помнишь, мамглаш, что я тебе обещал? — Помнишь? — вдруг улыбнулся Мишка. — Это о чем же? — насторожилась тетка. — А то, что придет время, и мы будем жить не хуже других. — Ха-ха-ха. Было такое? — Вот оно пришло времечко, мам. — Было. Помолчав, кивнула Глафира. — Ну а теперь? — Теперь что? — Оглянись вокруг. — На вкруги, значит. И парень усмехнулся даже. — И дом большой. И хозяйство в порядке. И деньги в доме водятся. — А самое главное, что вы у меня одеты, обуты и голода не знаете. Или не так? — Все так, Мишенька, все так. Все сделал, как обещал. Закивала Глафира, утирая глаза краешком платка. — Ну ты че, мам Глаф? — Ха-ха. — Ну чего ты? — Я ведь даже женился, как ты хотела. — Ха-ха. — Не как я хотел, а как ты, мам. — Ну че ты? Че ты платишь, а? — Так ведь я ж не чаяла, что так все получится, — схлипывала тетка. — Один ведь жилы рвешь. — Сам все на себе тянешь. — И на рыбалке, и на охоте, и по хозяйству все. И как ты только успеваешь. — Так я ж встаю пораньше, а? — Мам. — И парень даже рассмеялся. — Как говорит дед? — Кто раньше встает, тому Бог все дает. — Что, мы зря иконам, что ли, кланяемся? — Ну хватит сырость разводить. Ну, мам, ну чего ты? — Лучше самовар поставьте. — Я там вон всякого вкусного привез. Все к чаю. И он усмехнулся Танюшке, показывая ей на сумке. И она сразу же побежала все там выгребать. И аромат свежайшей выпечки уже вывалился. Растекся по всему дому, заставив девчушку активно крутить носом и внимательно поглядывать на их. Ну, где ваша чая? И моментально соскочив с его колен, Танюшка подскочила к лавке и, кряхтят натуги, потащила одну из сумок к столу. Сразу же. Настя, подхватив ношу, аккуратно поставила ее на стол. Сразу же, на базу. И принялась выгружать, попутно комментируя все увиденное. Танюшка, уже давно приученная к порядку, без лишних разговоров, первой отправилась к умывальнику мыть руки. — Руки мыл? — О! Чисты мают будь руки! Разгрузив сумки, Настя выскочила на крыльцо вздувать самовар, а тетка, быстро накрыв на стол, выскочила в детскую проверить малыша. Мишка, развалившись на стуле, с улыбкой наблюдал, как малышка с аппетитом уписывает свежий пряник, бросая на него свои лукавые взгляды. Сообразив, что она хочет его о чем-то попросить, парень наклонился к ребенку и, понизив голос до шепота, спросил. — Случилось чего, доча? — Не. И Танюшка мотнула косичками. — Я спросить хотела, — А ты еще такие, как у меня, сережки, сделать можешь? — Ха! — А зачем тебе еще такие? — не понял Мишка. — Не мне. — Не. — Не мне. Подружке моей. Светланочке. — А что ж, ей родители не купят, что ли? — У нее же ведь есть родители, — поинтересовался Мишка, судорожно вспоминая, что это за Светланочка. И чья она дочь? — А у нее только мамка одна и три брата. А батьку ихнего хунхузы убили, как и мамку мою. — Они вон там за два дома от нас живут. Вон там, а! — пояснила Танюшка и показала рукой, показывая направление. — А, так это она тебя попросила, что ли? — Да? — уточнил Мишка, начиная что-то уже понимать. — Не. — Она посмотрела, но ничего так и не сказала. — Не. Только вот так... Вот так вот вздохнула она. А мамка Йоинная, она заплакала при этом. Тихо-тихо заплакала. Но я услышала, а брат ее старший сказал, что им такие Светланочки ни за что не купить, потому что дорого встанет. Вот я и подумала, что ты же мне их... Ты же мне их сам сделал. Ты же нигде не брал. — Значит, может, и еще одни сделать сможешь. — Да? Тебе же не трудно, а? — Вот ведь святая душа, — мелькнула у Мишка мысль. Но этот вздох, вздох за углом в коридоре, отвлек его от дела. Вошедшая Глафира присела к столу и, покосившись на девочку, опустила взгляд при этом. — Понятно. Все знают. И Танюшка в целом поддерживает все. Заодно вместе, барышни. — Да, но просить не рискует, потому что дорого, да? — Дорого-богато все, — усмехнулся про себя Мишка, поглаживая дочку по плечам. — Но с другой стороны, а почему бы и нет, а? Почему бы и нет? Один раз живем. Золото на них уйдет чуть-чуть, а? Ну, а дело-то ж хорошее. — Тогда же эмоция какая в семье будет, а, после этого. — Почему бы и нет? — подумал парень и, чуть подтолкнув дочечку, спросил. — А ты с ней хорошо дружишь? Не ругаетесь? А братья ее тебя не обижают? Нет? — Не, они старшие, им с нами не интересно. Не, они сами по себе там бегают. А мы тут сами по себе. Мы со Светланочкой в куколки играем. Им это не интересно. Не, — с улыбкой поведала Танюшка. — Угу. И наша красавишна уже половину кукол своих ей всех попередарила. — Угу. — добавила тетка, пряча улыбку. — Так ведь у меня их много. А у нее, у нее там, у нее там совсем ни одной нету. Вполне резонно возродила девчушка. — Ха! Да и бог с ними, а! Надо будет еще нарежем. Еще наклепаем, а! Легко согласился с ней Мишка. — Ладно, доча. Сделаю я твоей подружке сережки. Сделаем. — Посмотрели по вашему поведению. Подходите. Так что все сделаем. Точно такие же, как и у тебя будут. — Правда? И от улыбки девочке в комнате аж солнышко светло. Даже светлее стало. — От улыбки станет всем светлей. Как в той песне. Да? — Да. Ну вот. Чайку попьем. Бам-бахнем. И займусь сразу же. Кивнул парень, целуя ее в прям самую макушку. О! Ты богом поцелованная. Вот что чай делает. Чудеса! Ха-ха-ха! После чаю. Бахнем. Все сделаем. Пойдем. Да? Да. Да. Выправившись, он увидел одобритый взгляд тетки. Поддерживай. Поддерживай, значит. И, не удержавшись, вопросительно выгнул бровь. Кивнув, тетка глазами показала ему на ребенка, жестом пообещав рассказать все позднее уже. И Настя внесла самовар. Чаю бахнем. И после него действительно всегда чудеса. И началось то чудесное, что он называл семейными посиделками. Вот она. Эмоция. Танюшка, живо смолотив пару пряников, сразу же, и запив их несколькими глотками чаю, все, я самая первая уже бахнула, все, можно, идем. И она понеслась в свою комнату играть. А Мишка, вздохнув, вернулся к своей теме. Так, а что это за подружка такая у нее? Спросил он Глафиру. Да есть тут вдова одна. Казачка. Дочка ее. Остальные девчонки с ней не особо знаются. Потому как крестьянка. А это добрая девочка. Ласковая. Ну вот и сдружились они. Они тут очень часто бывают. Я ей уже несколько Танюшкиных платьев отдала. Наша-то выросла уже. А ей в самый раз будет. Как оправдывалась она. Да и вдова-то женщина. Добрая. И то верно, поддержала ее Настя. Рада женщина хорошая. Одна все хозяйство тянет. Не голодают, но и достатка тоже особого нет. Значит, хорошо. Рада. Домо рады, да? Ха-ха-ха. Хорошо. Будут ей серьги. Хорошо. Помолчав, кивнул Мишка. Он принял окончательное сие решение. Он принял. Он принял окончательное сие решение. Хорошо. 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 Восемнадцать ООО выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале. Снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый Божий день в восемнадцать ООО. Не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Покедова. Покедова.